Суров Суров Петропавловск-Камчатский начинается с памятника покеботам святой Петр и святой Павел, давших имя городу, на которых вошла в Авачинскую губу в 1740 году вторая камчатская экспедиция под началом Витуса Беринга и Алексея Чирикова. В свое время Владимир Атласов составил отчеты, сказки, как их тогда называли, о своем посещении Камчатки. Сказки эти читал Петр Первый. Было решено провести детальное исследование далекого края. Россия прорубала окно не только в Европу. За несколько дней до смерти Петр написал наказ Камчатской экспедиции. Там были, в частности, и такие слова. Проведать, как он и берег называется, и взять на письме, и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и поставя на карту, приезжать сюда. И вот с этого далекого 1740 года ведет свою историю Петропавловск-Камчатский. Исследования моряков открыли дорогу ученым. Фундаментальный труд, описание земли Камчатки написал Степан Петрович Крашенинников, друг Ломоносова, в начале 40-х годов 18-го столетия работавший на Камчатке. Освоение этих земель было делом нелегким, но и защита их потребовала многих жертв и значительных усилий. Эхо европейских событий донеслось и сюда. В 1854 году, во время Крымской войны, в Петропавловскую бухту вошла англо-французская эскадра, ставившая целью захват Петропавловска и отторжение Камчатки от России. И до ныне хранят памятники мужества и славу немногочисленных защитников Петропавловского гарнизона. Руководитель военной обороны Камчатки Василий Степанович Завойко писал, убежден, что флаг Петропавловского порта будет свидетелем подвигов, чести и русской доблести. Враг был разбит и отброшен. Имя Петропавловска наряду с именами Гангута, Грингама, Чесмы, Наварина, Синопа и Севастополя горит золотыми буквами в летописи русских морских побед. И во время Великой Отечественной войны советские моряки на этих дальних рубежах проявили мужество и отвагу, навсегда сохранив эти земли для Родины. Играет музыка Своеобразной красотой отличается от других городов Петропавловск-Камчатский. Шелестят на его улицах тополя, рябины и березы, гудят в порту суда, а над городом блистают снеговые вершины Корякского, Авачинского и Величинского вулканов. Город строится. Строительный кран на фоне вулкана – это сегодня непременная часть Петропавловского пейзажа. Петропавловского пейзажа Камчатка – край в основном морской, рыбацкий. И жизнь Петропавловска неразрывно связана с морем. Сюда сотни судов везут грузы, которые помогут строить, учить и учиться, лечить, развивать край, жить нормально, как живут на большой земле, когда кончится навигация и льды скуют северные моря. Петропавловского пейзажа Петропавловского пейзажа Петропавловского пейзажа Петропавловского пейзажа КОНЕЦ КОНЕЦ Мы видели, как отсюда уходят в море и трудятся достойные рыбаки. Ведь Камчатка дает почти десятую часть всесоюзного улова. Сюда возвращаются они после трудной морской работы, здесь их дом. Что привязывает к этой суровой земле людей, оставивших где-то в Вологде или Молдавии, при Волжских степях или горах Кавказа родительский дом? Пожилой рыбак в ответ на наш вопрос, усмехнувшись, сказал, «Да я пробовал уехать. Хватит, вроде 20 лет здесь работаю. Бесполезно. Только тосковать начал. Да и вернулся. Здесь мой дом. А дети мои и вовсе дальневосточники». Во время наших путешествий по Дальнему Востоку мы встречались с сотнями людей, которые живут здесь. И можем сказать со всей ответственностью, «Дальневосточник – имя гордое. Символ мужества, трудолюбия, доброты». КОНЕЦ КОНЕЦ Строг норов этой земли. Иногда такую демонстрацию своей необузданности устроят, только руками развести остается. Так было, например, когда извергался плоский толбачек. КОНЕЦ По частоте и силе землетрясений Камчатка и окружающие ее воды являются одним из самых активных районов земного шара. Источник этих явлений – курила Камчатская глубоководная впадина, гигантский разлом в теле Земли, уходящий под азиатский материк на 500-600 километров. Почти 200 вулканов имеется на Камчатке, и каждый пятый из них дышит. КАМЧАТКИ Интереснейшие данные собраны учеными Камчатского института вулканологии. КАМЧАТКИ Извержение заканчивается. Все вокруг выжжено, засыпано пеплом. Пейзаж напоминает научно-фантастические фильмы о других мирах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok